Всем привет, с вами я, Николай Воробьев, директор Центра Восточноевропейских Перспектив в Вашингтоне. В эти выходные, в этом видео, хотел бы обратиться к вам не как представитель нашего центра, а как гражданин, такой же, как и вы, гражданин Украины, который был на Майдане, который приехал сюда два года назад для того, чтобы продвигать интересы Украины в Вашингтоне на высшем политическом уровне, в том числе в научных центрах и в других узких кругах, скажем так, как народный дипломат. Никто меня сюда не посылал, ни от какого олигарха, ни от какого бизнесмена. Все средства, с которыми я впервые сюда приехал, это были мои личные сбережения. Жил я у обычных людей, у представителей сначала украинской диаспоры, а затем меня приютили здесь в Роквилле. Это буквально 20 миль отсюда, от центра DC. Это представитель Peace Corps, корпуса мира, волонтер, который американец. Он был в Украине, работал там буквально полтора года. Он меня приютил довольно-таки в спартанские условия, но тем не менее, этого хватило для того, чтобы делать презентации, встречи, выступления и давать, как говорится, first-hand information, главную информацию, которая происходила на Майдане, потому что было засилие российской агрессии, в том числе информационной, была Russia Today, были засланные казачки из посольства, было всего. Всего хватало. Поэтому люди, которые находятся здесь, многие, которые принимали решения, я бы сказал, процентов, большинство, скажем так, которые принимали решения по Украине, они вряд ли были когда-либо в этой стране, а если и были, то это очень было давно, а если недавно, то это было несколько дней, встречи на высшем политическом уровне. Но они не понимали ситуации, которая происходит on the ground, на месте, и они не могли, в принципе, особенностей понимать украинского менталитета, особенностей целей Майдана и прочих важных аспектов, из-за которых зависел ход украинской истории. Поэтому нужен был тот, кто им будет это все объяснять, кто им будет это все рассказывать, на пальцах пояснять, какая помощь нужна Украине, кто самый коррумпированный. Ну, фактически, эти все общения сводились в большинство. Это было либо личные презентации, либо самые эффективные, я скажу так, это были встречи в кафе, в кулуарах Конгресса и в разных других организациях, там, где решалась, по сути, судьба Украины, без преувеличения. За это время нам удалось провести порядка 30 презентаций, бороться с агрессией и сгруппировать, собрать вокруг себя серьезных экспертов, которые бы занимались вопросами Украины и таким образом продвигали национальные интересы. Что я хочу сказать сейчас? Сейчас государство Украины, оно неэффективно. Мы это прекрасно понимаем. Я не хочу говорить о зраде, о том, что все пропало. Я хочу сказать, что государство неэффективно. И постепенно Запад, я скажу так, если он не отвернулся от Украины сейчас, то он стал так, полу, занял такой 90 градусов позу, полуотвернулся, если можно так сказать, повернулся. Пока не спиной, слава богу. Хочу обратиться в первую очередь к украинским политикам, которые, возможно, увидят это видео. Ребята, на вас большая ответственность. И на вас действительно, как сказал Байден, смотрит весь мир. За это все время Америка предоставила Украине огромную помощь. Огромную, в том числе, не военную, военную помощь. Дипломатическую, политическую, давление на Россию, санкции и тому подобное. И это стоило миллиарды долларов тем людям, которые принимали решения за моей спиной. И это стоило во многом-многом репутации. Потому что санкции, которые принимались против России, не всегда были популярны, поскольку они могли отображаться на других геостратегических интересах США. Но, тем не менее, Запад стоит, продолжает стоять за интересы Украины. И теперь украинская власть этот год станет решающим. В эту годовщину Майдана я хотел призвать всех представителей украинской власти, от местных советов до парламента и высшего политического уровня администрации президента, наконец-то одуматься и начинать принимать серьезные решения по Украине. Начинать бороться с коррупцией, начинать бороться с себя. Это наш последний шанс. Я бы сказал, что этот год будет определяющий. Либо страна скатывается в полный хаос, либо у нас есть шанс на европейское будущее и на нормальное развитие. Я не говорю, что гражданское общество не должно брать ответственности. Но я думаю, что гражданское общество сказало свое слово, когда они выступили на Майдане, когда они понесли огромные потери на институтской и в других горячих точках. Когда они фактически самостоятельно, волонтеры, те люди, которые армия тыла и добровольцы, отбили агрессию третьей армии в мире, Российской Федерации. Я хочу сказать, что сейчас последнее слово за политиками. Если они не понимают нормального, если президент, премьер-министр, украинские олигархи не понимают нормального языка, то я думаю, в скором времени с ними будут говорить языком санкций, точечные санкции против конкретных чиновников украинских топ-уровня, которые замешаны в коррупции. Американцам ФБР прекрасно известны номера счетов, прекрасно знают суммы и прекрасно знают, что в том числе там есть европейские деньги, деньги МВФ, которые отмываются и выводятся в офшоры. Я думаю, что в ближайшее время мы приложим всех усилий, и я лично, для того, чтобы ФБР и другие организации в Вашингтоне обратили внимание на счета топ-украинских коррупционеров, в том числе тех, кто участвовал в заговоре по неголосованию за отставку Яценюка. Я думаю, что я прекрасно понимаю менталитет украинской власти, и, наверное, они рассчитывают отсидеться где-нибудь потом на Майами, либо где-нибудь в Канаде, либо еще где-то. Но я скажу так, что некоторые круги в Конгрессе, в том числе, настроены так, что они просто не примут борт этих чиновников украинских, украинских политиков, которые надумают бежать из Украины. Каждый из них на карандаше, и я думаю, что так либо иначе точечные санкции, они будут применены, если не в этом месяце, то в следующем, в ближайшее время. Я лично аргументирую, что это единственный шанс каким-то образом бороть коррупцию извне. Внутри это должно быть действительно движение, серьезное движение, движение на местах. Но снаружи и в Конгресс вправе у них есть эти инструменты. Они могут давить, они могут использовать самый болезненный инструмент против топ украинских коррупционеров. Фамилии я не буду называть, потому что они и так всем известны. Поэтому продолжаем работать дальше, не опускать нос. И я считаю, что, по сути, я думаю, многие со мной согласятся, Майдан еще не завершился. Вопрос в том, что его надо завершить в мирный способ. С вами был я, Николай Воробьев, директор Центра восточно-европейских перспектив в Вашингтоне. Услышимся. Продолжение следует...